Ух ты! Так, ну что, очень высоко мы находимся. Всем привет, друзья, зрители. Ай, блин, что-то меня укусило. Так, меня все видят. О, всем привет, друзья. Всем привет, мои зрители, мои подписчики. Что-то меня укусило, блин. Что-то больно. Да, сейчас мы находимся на самом интересном месте. Но как на самом интересном, на самом опасном месте. Знаете, что самое интересное в этих местах? Это то, что от нас скрывают много чего. Представляете, мы здесь находимся не просто так. Мы хотим показать всему миру о том, что здесь происходит. Но нет. Нам говорят, вы рискованные люди. Зачем вам сюда идти? Вы что здесь пытаетесь найти? И вечно одни и те же вопросы. Вот множество задают вопрос. Мы снимаем, рассказываем, показываем. Наше путешествие тяжелое такое, знаете, прям очень тяжелое. И вот нам задают вопрос. А что вы хотите показать всему миру? Да почему сразу всему миру? Нам и хватит полмира показать. То, что мы находимся про какие-то военные базы, секретные аномальные разработки, летающие гигантские объекты и много чего еще другого. Самое страшное то, что множество из вас, вот честно вам скажу, вы скажете, что это фейк, неправда, я пойду смотреть видео, мне весело, хорошо. На самом деле, мы сейчас находимся не там, где весело, а там, где плохо. Ох, ужасно, страшно и опасно. Много раз я говорил, показывал про то, что мы находимся на самом опасном месте. Вот, кстати, у меня сейчас резко заболела голова, я вам так скажу. Я не знаю, почему у меня виски давят, капец как. Но о чем я хочу вам сказать по поводу этого места. Да, это место секретное, я не спорю. Мы сейчас находимся на самом центре магнитных волн. Я вам так скажу. Множество людей скажут, что это фейк, неправда. Но вон, друзья, военная база. Посмотрите, вон, видите? Сейчас я вам увеличу, чтобы вам было наглядно. Вон, вон, военная база. Вон там создают странные и необычные разработки. Что я по поводу хочу сказать странного? Много очевидцев, много людей с нами списывались, разговаривали, говорили о том, что если вы сюда приедете, придете или как вы там доедете, то вас будет ждать это самое страшное место. Они сказали, да, будет тошнить, голова кружится. И самое главное, у вас могут быть странные явления. Но, о чем я хочу сказать, друзья? Да, здесь плохо видно дорогу. Там, мы, кстати, в том месте были, нас просто не впустили. Там очень много военных и очень много блокпостов. Вон река, посмотрите, вон, река. Там есть у них своя ГЭС. Вон, вот река, вот это, как его, военная база, а вон там дорога. Сейчас я вам покажу. Здесь, конечно, не видно, вон, дорога, видите, вон, идет, вот дорога, вот, и она вот так идет, идет, заворачивается и вверх. Множество людей просто-напросто считают, что это место, как вам сказать, да, опасное. Я не спорю. Мы сейчас находимся на таком месте, где люди просто-напросто не понимают. Вон там сейчас идет к нам в эту сторону шторм. Вон там Кавказские горы. Вон там находится, как вам сказать, какая-то деревня, я не знаю названия, а вон там тоже горы. Сейчас вам покажу, чтобы вам наглядно было видно. Вон, видите, горы. Вон там охотничий домик. Вон там идет дорога, которая уходит вверх по Кавказским горам. И дальше тоже вот так горы. Но сейчас облака закрыто, все. Здесь, в первую очередь, я вам хочу сказать, что в этих местах очень большой магнитный буря. Именно, ну, не именно в этих местах, здесь еще поменьше. Вон там, чуть пониже, вон там, друзья, я не знаю, что там. Все утверждают, что на этом холме, вот за мной, где холм находится, где военная база, там есть пещера. В этой пещере создаются какие-то технологии. Я не знаю, правда это или нет, но много людей просто-напросто, ну, вот как вам сказать, ну, не хотят говорить о том, что они видели. Да, это секретное место. Мы сейчас находимся в том месте, где реально могут происходить все подряд. Но, во-первых, я к чему это остановился именно в этом месте? Не потому, что, знаете, мне интересно, нет, мне интересно не это место. Мне интересно то, что в этих местах видят постоянно. Какие-то оранжевые объекты, светящие молнии, необычные какие-то шара, как их говорят, шара молнии или как их, шаровая молния. И вот мне интересно знать, а военные с ними сотрудничают или они что создают? Просто мое мнение, честно, я вам скажу так, или нам сейчас лапшу вешают о том, что этих местах, вот где мы сейчас находимся, просто не существует. Да, не существует. А как блокпосты стоят? Как военные стоят? Почему? Почему от нас скрывают это все? Я не к тому, что, знаете, любитель там что-то приукрасить. На самом деле, люди, которые мне говорят, и говорят они постоянно о том, что эти места просто опасны. Да, посмотрите, они не просто опасны, они очень. Да, мы могли сейчас спуститься, если у нас были специальные оборудования. Да, мы сейчас можем спуститься, но мы не дойдем, потому что там, друзья, только на вертолете или через автомобиль. Но видите, через ущелье, как пройти, я не знаю. я много раз замечал такие места секретные. И вот мы сейчас, друзья, на самом пике возможных моментов, о котором я вот вам рассказываю. Я хочу сказать вам, друзья, если вам интересно, давайте, давайте так, наберем 200 лайков, и мы обязательно поедем на это место, где с военной, где с автоматами, где они там вырыли огромную пещеру, для чего хрен его знает. И мы обязательно поедем в это место. И мы обязательно вам все покажем. Но от вас только требуется 200 лайков. Все. Вот как 200 лайков соберем, так и помчемся, помчимся, полетим, поскачем. Ну, в общем, будет все очень интересно. А это только от вас зависит. И то, что мы там увидим, а мы обязательно увидим что-то интересное, мы вам обязательно покажем. Только, друзья, от вас вы знаете, что требуется. Ну, а пока что мы в таких необычных моментах. Сейчас будем продолжать. Вон там надо подойти к этому домику. Интересно, что там? Видите, люди военные. Или кто там хрен его знает? вдалеке метров пятьсот-шестьсот. Ладно, мы тогда чуть отходим и начинаем наше другое путешествие. В общем, друзья, Алекс, респект, ну, а мы движемся дальше. другое движемся. Дальше.